Приветствуем, братья и сестры! Слава Богу за еще один день, который Господь послал нам, вместе прийти в Дом Божий, помолиться Ему, попросить благословений. Сегодня у нас пятница, неделя закончилась, рабочие, наступают выходные, и человек всегда ожидает вот эти выходные дни. Только они так быстро пролетают. Слава Богу, что мы в общении в церкви находим утешение и радость в эти воскресные дни, вместе находясь друг с другом, слышим Слово Божие, подкрепляемся в течение наших выходных дней, и потом опять на работу. И так вот наша жизнь идет день за днем. Я хотел сегодня вместе с вами прочитать из Псалма 50, самый последний стих. Псалом 50, самый последний стих. Я думаю, что 50-й Псалом, он, наверное, для всех известен, как 31-й и 50-й Псалом. Они очень известны, и те, кто проповедует, они всегда знают этот Псалом. И те, кто читает Библию, они тоже знают этот Псалом, потому что это покаяние Давида, его сокрушение. И самый последний стих, это 21-й стих. Здесь написано, «Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь твой тельцов. Тогда благоугодны будут тебе жертвы». Вообще, вот этот Псалом, его покаяние, его тоска, как он переживает, когда он узнал, что согрешил, это томление в его сердце. Столько было слез, столько, я не знаю, какой это отредок времени, когда он томился. И только потом, когда он исповедался пред Богом, когда просил у него прощения, когда Господь возвратил ему радость спасения, и он говорит, «Жертва Богу, жертва Богу, дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению твоему, Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда будут благоугодны тебе жертвы правды и возношения и всесожжения, тогда возложат на алтарь твой тельцов». Только тогда, когда человек исповедуется, принесет за свой грех жертву, тогда Господь прощал человека. И вот тогда, тогда уже благоугодно будут эти жертвы, может быть, потом уже другие жертвы благодарности. И я хотел просто посмотреть на несколько жертв таких, которые произошли в жизни некоторых мужей или жен. Я бы хотел прочитать одно место, которое тоже всем вам знакомо. Это книга Бытье, 22 глава, об одном праведнике, которого звали Авраам. С первого стиха мы читаем, и я прочитаю по 18 стих. И было после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, «Авраам!» Он сказал, «Вот я». Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мариа, и там принеси его во все сожжения на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, Исаака сына своего, наколол дров для всесожжения, и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отроком своим, «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения, возложил на Исаака сына своего, взял руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой!» Он отвечал, «Вот я, сын мой!» Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же Агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе Агнеца для всесожжения, сын мой!» И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, связал сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров, и простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, «Авраам! Авраам!» Он сказал, «Вот я!» Ангел сказал, «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел. И вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими, Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя место тому и Иегова Ире. Посему и ныне, говорится, на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря и овладеет всеми твоего городами врагов своих и благословляться в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался глаза моего». Это совсем необычная была просьба, братья и сестры, Бога к Аврааму, чтобы он принес жертву. Авраам приносил жертву, и написано, когда мы читаем, он строил жертвенники, призывал имя Господа. Но здесь была особая просьба Бога. Я думаю, что она, наверное, его сильно смутила, эта просьба, чтобы он принес в жертву своего сына, которого он ждал. Это 25 лет, если 75 ему было, ожидал сына своего первенца. Вот когда дождался, наконец, родился сын, которого так он чаял подержать, увидеть на руках, и когда он подрос, когда уже так привязался к нему, Господь говорит, «Пойди и принеси во все сожжение, жертву принеси». Я думаю, что это было очень тяжело для Авраама. Три дня вот это томление. Сумеет он это сделать или нет? И вот все-таки они пришли к этому месту, подошли к этой горе, где он должен принести жертву своего сына, любимого. Он говорит слугам своим, «Останьтесь здесь, а мы с сыном пойдем, поклонимся, принесем жертву и возвратимся». Он говорит, что «мы возвратимся». Эти были обетования о его сыне, что от него произойдут многие народы, а теперь этого сына нужно принести в жертву. Какая вера у этого человека была, что он верил, что они возвратятся, а Бог сказал «принеси его в жертву». Поднялись они, Авраам построил из камней жертвенник, связал его, сына своего, знаете, до последнего момента. Он хотел остаться верным Богу, то, что Бог сказал. Я думаю, что сколько было переживаний его сердца, связал его, положил на жертвенник и нож поднял. И тут голос Господа «Авраам, Авраам, отпусти свой нож, не делай ничего от руку, посмотри взади». Там есть овен, который запутался, Бог испытывал его, и он до конца свою верность доказал, хотел принести его, а Бог его испытывал. Иногда для нас, людей, сокрыто все, а для Бога открыто. И когда человек доверяет, то он потом получает особое благословение, как написано, тогда благоугодно будут тебе жертвы правды. И вот эта жертва была особая жертва, которую Господь принял. Господь никогда не требовал ни от какого человека человеческой жертвы, а здесь он потребовал. Но Господь никогда не, в Библии мы не находим, чтобы Богу приносили человеческие жертвы. Просто Бог испытывал его. И за то, что он был послушен, какое благословение через этого человека. Не только для его родства, и не только для его народа. Здесь мы прочитали, как написано, «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сию дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя, и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладею всеми твои городами врагов твоих». И 18 стих. «И благословлятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался глаза моего». Вот через Авраама сегодня благословение на все народы, и для своего народа. Поэтому эта жертва, она была благоугодна Богу, и Бог благословил весь род людской через его послушание. Сегодня в Аврааме мы имеем вот это благословение. Еще хотел одно место прочитать тоже об одной жертве, которая была тоже очень дорога, это для женщины. И когда мы читаем первая книга царств, там написано об одной женщине, которая была, ее звали Анна, и мы видим, что она дала обет Богу, и когда дала обет Богу, она плакала пред Ним, у ней тоже было одно желание, чтобы Господь послал ей дитя, и дитя такого, чтобы это был мальчик. и у нее желание было, что если ты, Господь, призришь на молитву ее, дашь мальчика, то она говорит, что она отдаст его на служение. Давайте мы прочитаем это 1 глава 11 стих. И дала обет, говоря, Господи Саоф, если ты призришь наскорь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу во все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. И когда она дала этот обет, и потом рассказала мужу, смотрите, реакция мужа, это 1 глава 24 стих, 2 полустишье, что сказал муж, он говорит такие слова, только да утвердит Господь слово твое, вышедшее из уст твоих, этот человек был мудрый, если она дала этот обет Господу, то она должна исполнить, дала обет, ты должна исполнить, и потом, когда Бог услышал ее обет, 27 стихом мы уже читаем, и когда она пришла опять туда к Скинии, чтобы помолиться, где она когда-то молилась, написано, она говорит ему, священнику, о сем детяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение моего, чего я просила у него, 29 стих, смотрите, и я отдаю его Господу во все дни жизни его, служить Господу, и поклонилась там Господу, я думаю, наверное, ему было года три, когда она отняла его от груди, и потом привела его туда, где она просила у Господа, привела к священнику, это тоже была первенец ее, которого она так желала, ждала, она вымолила у Бога, и теперь она ведет его за руку туда, приводит, чтобы там восставить, я не знаю, как вот ребенок привык всегда с мамой, а теперь она привела к Скини, знаете, там нет ни детей, только вот бородатый, как дядя, и там еще были его сыновья, и вот она привела его туда, и должна его оставить, и когда, наверное, уходить, как ей было это тяжело сделать, оставить свою кровинушку там, и потом находиться одной, но у ней все-таки было вот это утешение, что она отдает не людям его, а утешение, что она отдает его Богу, и вот это утешение у нее все-таки было в сердце, хотя это было тяжело, и знаете, она обещала, она это сделала, она привела его и отдала на служение Богу, знаете, как Слово Божие говорит, вот Экклезиаста в пятой главе третьим стихом, там говорится, когда люди дают обет, раз это место написано, было достаточно таких примеров, когда люди давали обеты и не исполняли их, смотрите, как здесь написано, когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал исполни, лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить, не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божиим, это ошибка, для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих, слава Богу, что она исполнила свой обет, который дала, и поэтому вот эта вот жертва, которая она принесла Богу, сына своего, и она все-таки потом один раз в год написана, приходила туда и приносила сыну своему новую одежду, она видела с ним, она видела, как он возрастал, и придет время, когда он возмужает, станет судьей Израиля, и какой вот этот благословенный пророк Самуил выпрошен, знаете, вот эта вот жертва, которую она принесла Богу, она была благоприятна Богу, как мы прочитали вот в 50-м Псалме, она принесла ее, и Бог принял, и Он особо благословил не только ее, ее семейство, но и благословил в этом Самуиле весь народ израильский, и написано, он учил, и перед этим человеком трепетали люди, это был особый и пророк, и судья, благословенный был человек, и много было чего доброго о нем сказано, даешь обет, исполни, Бог принял эту жертву от этой женщины, и она особо получила и для своей семьи, и для своего народа, слава Богу за то, что Бог принимает вот эти прекрасные обеты, знаете, еще хотел прочитать одно место, здесь говорится еще об одном человеке, я бы хотел еще два прочитать места, здесь первое я хотел место прочитать, это Марка, 10 глава, 20 стиха, можно было и раньше, но немножко время экономи, просто говорится об одном молодом человеке, который подошел к Иисусу и говорил, чтобы наследовать, что ему нужно еще сделать, чтобы наследовать Царствие Небесное, знаете, он подошел в 20 стихе, мы читаем, учитель, когда Господь ему сказал, что нужно сделать, вот эти заповеди сохранить, он говорит, это все я от юности сохранил, это был молодой человек, который был приятно воспитан, хорошо воспитан, в законе Господнем, он все это знал наизусть, и 21 мы читаем, Иисус взглянул на него, полюбил его, знаете, потому что этот человек склонился перед ним, что мне еще не хватает, все, у него было все хорошо, и Господь взглянул на него, полюбил его и сказал, одного тебе не достает, одного, все, все у него было хорошо, но только одно, знаете, может быть, если Господь посмотрел на нас, он нашел бы в нас более ошибок, чем у этого человека, а здесь он говорит, одного тебе не достает, пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, приходи, последуй за мною, взяв крест, Господь мог подождать его, чтобы вот это одно, которое мешало ему, чтобы он избавился и пошел за ним, помните, и ученики тогда все оставили, у них же были свои семьи, Петр, там рыбаки все были, они написано оставили все и последовали за ним, хотя у них были семьи, которых нужно было кормить, и написано об этом человеке 22 стихом, он же смутившись от всего слова и отошел с печалью, потому что у него было большое имение, большое имение, я не хочу осуждать этого молодого человека, потому что у него только одного не хватало, чтобы пойти за Господом, все у него было хорошо, если бы сегодня к нам это слово, знаете, смог бы я оставить все и пойти за Господом, он не смог принести вот эту жертву, положить на жертву все свое состояние, и он отошел с печалью, потому что это действительно трудно, говорить сегодня легко, а это сделать это трудно, он не смог вот эту принести жертву для своего Господа Иисуса, а другое место, когда мы читаем Евангелие от Матфея, 26 глава, это место мы тоже все знаем, 7 стиха, Евангелие от Матфея, 26 глава, 7 стиха, и переступила к нему, и приступила к нему женщина салавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову, увидев это ученики его, вознегодовали и говорили, к чему такая трата, ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. В другом Евангелии написано, вот эта цена была около трехсот динариев, это почти целый год работать, но Иисус, разумевся, ее, сказал им, что смущаете женщину, она доброе дело сделала для меня. Иисус стал на защиту ее, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира с ее на тело мое, она приготовила меня к погребению. И тринадцатый стих, итог всей этой истории. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие с ее в целом мире, сказано будет в память ее о том, что она сделала. Где не будет проповедана Евангелие с ее в целом мире, сказано будет в память ее о том, что она сделала. Люди иногда хотят оставить о себе память, но память это долго не сохранится. А вот в Евангелии вот эта память на века, на тысячелетия осталась об этой женщине, которая помазала миром Господа Иисусом. Это было очень драгоценное миро, очень драгоценное. Если целый год работать, а потом отдать это твой заработок, Господь это оценил. Люди не оценили это. Можно было раздать вот это сокровище, эти средства нищим. А Господь отметил, что то, что она сделала, она приготовила его тело к погребению. Знаете, люди иногда хотят в чужом что-то помочь, а свое не хотят приложить ни средств к этому. Они судят других, не делая сами то, что делают другие. Однажды, когда Давиду Господь сказал через гада, чтобы он принес жертву, чтобы Господь умилостивился над страною, и когда Орна узнал об этом, говорит, когда ему Господь сказал на этом месте сделать жертвенник, то Орна, когда узнал, говорит, да я тебе отдаю валов, я тебе отдаю колесницы, упряжки, все вот дрова, только сделай вот это то, что Бог тебе сказал. Он говорит, я это отдаю бесплатно, это об этом мы читаем во второй царств, 24 глава, 18 стихом и ниже, 23 сказано, все это царь, Орна отдает царю, но царь сказал Орне, нет, я заплачу тебе сколько стоит и не вознесу Господу Бога моему жертвы взятой даром. Даром он решил заплатить, потому что ему должно что-то быть стоить и он заплатил все, что мы сегодня живем, иногда нам достается какие-то привилегии, какие-то бонусы даром, но за это кто-то платит. За это кто-то платит, братья и сестры. Сегодня мы получили спасение через Господа нашего Иисуса Христа, мы получили даром, но кто-то заплатил огромную цену, это Иисус, который добровольно пришел в этот мир, чтобы взять грехи не только мои, но всякого, чтобы мы получили даром, даром спасения и жизнь вечную. Иисус, чтобы мы получили спасение даром, отдал жизнь свою. И жертва его, которую он принес, она была благоугодна Богу. Поэтому пусть сегодня вот эти мысли останутся в нашей памяти. То, что сделал Авраам, они принесли огромную жертву, и оно через эти жертвы принесло благословение не только для них, но и для нас, а тем более через Иисуса Христа. Как мы прочитали здесь, тогда благоугодно будут тебе жертвы. слава Богу, что сегодня Бог принимает и наши жертвы, которые мы приносим, наши благодарственные молитвы, наши дары Бог принимает, и слава Богу особенно, да, эту жертву, которую принес Господь Иисус. Поэтому пусть сегодня вот эти мысли останутся в нашей памяти, поклонимся и принесем ему, потому что он достоин славы. Господу нашему дабой честь и слава. Аминь. Помолимся.